Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в выпуске. Использование нагревательных приборов не по назначению может привести к трагедии. В селении Карабудовкент в одном из частных домов произошел пожар. По ножовщина вместо футбола. В селе Чантаулки Зилюртовского района двое игроков начали выяснять отношения до начала матча. Чем все закончилось, смотрите в выпуске. Все условия для нормального образовательного процесса. О школе Юсупова и не только расскажет гость студии Айна Гамзатова. 11-месячная девочка пострадала во время пожара в селении Карабудовкент 25 сентября. Пламя разгорелось в частном жилом доме по улице Гуденова. Сейчас пострадавшая малышка в детской республиканской клинической больнице в Махачкале. Она находится в тяжелом состоянии на ИБЛ с острым отравлением угарным дымом. По одной из версий, пожар произошел из-за полотенца, который оставили на включенной электроплите. Ребенок спал в той же комнате, где началось возгорание. Прокуратура Дагестана организовала проверку по данному факту. Футбольный матч так и не состоялся. В селе Чантаул Кизилюртовского района двое игроков начали выяснять отношения до начала матча. В итоге словесная перепалка перешла в драку и закончилась поножорщиной. Один из участников конфликта ранил в грудь другого. Подробности инцидента разместил у себя на канале один из федеральных сетевых ресурсов. Криминальная история продолжилась во дворе местной больницы уже противостоянием между родственниками горефутболистов. Досталось даже полицейским, которые попытались их остановить. Теперь все может закончиться двумя уголовными делами. За поножовщину и насилие в отношении представителей власти. В Дагестане отремонтировали 14 километров дороги. Маграмкен, Тахты, Рутул в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Ремонт включал в себя укрепление дорожного полотна, установку новых знаков и ограждений. Это направление обеспечивает связь между Маграмкенским, Докуспаринским, Ахтынским, Рутульским районами и имеет ключевое значение для их экономического развития. В Махачкаре этим временем продолжается реализация региональной программы «Мой Дагестан, мои дороги». Так, в поселке Семендер асфальтируют улицу Новолагскую. Общая протяженность участка 1400 метров и он синхронизируется с подъездной дорогой к новой школе. Как сообщили в мэрии города, в этом году в поселке идет реконструкция пяти улиц и строится сквер. Отметим, что по поручению главы республики Сергея Меликова разработана проектно-сметная документация и для улицы Кайтакского, протяженность которой 1600 метров. Все ремонтные работы планируется завершить до конца года. Внимание при комплексном благоустройстве городских территорий мы обращаем на села и поселки нашего городского округа. Также для соединения указанных дорог ведутся подготовительные работы по обустройству моста на границе данных населенных пунктов. МОС будет служить как для жителей прилегающих населенных пунктов, так и для учащихся, для удобства с целью сокращения пути к школе и нежелательного выезда на федеральную дорогу. С началом учебного года в школах Абдулхамида Юсупова и Ватан произошли некоторые изменения. Образовательные организации являются единственными и уникальными в своем роде. Об этом мы решили поговорить с советником Муфтия Дагестана Гамзатовой Айной Зайрбеговной. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие изменения и что они несут за собой? Ну, в первую очередь, это кадровые изменения. В обоих школах новые директора и в школе Юсупова, и в школе Ватан. И надо сказать, что в последние дни и в соцсетях, наверное, какой-то получил резонанс вопрос изменения условий договора, который заключается между родителями и администрацией школы. Это оплата, которая вот по сегодняшний день была достаточно мизерная относительно тех цен, которые сейчас существуют на рынке. И в связи с этим, немножко как бы отступая от этого, сначала я скажу о том, что у Муфтията, как вы знаете, очень много проектов. И когда открывается каждый новый проект, мы ставим там такого руководителя, которому мы доверяем, чтобы дальнейшие вопросы полностью решал он сам внутри этой организации. Потому что проектов много, и отслеживать, что происходит внутри каждой организации, внутри каждого проекта, как он развивается, мы можем только как бы достаточно поверхностно и издалека уже наблюдать. Да, потому что есть уже другие какие-то вещи, которые занимают наше внимание. И в этих школах тоже были компетентные, хорошие директора, хорошее руководство, которое до сих пор занималось процессом учебным. Но в обеих школах, когда руководство по принципу «не делай добра, не получишь зла», до сих пор оно как бы вело школы с таким страхом, с осторожностью, не изменяя оплату в школах, потому что как бы боялись конфликта с родителями, возмущения родителей и так далее, пытались самостоятельно как бы выходить из этих ситуаций. Мы, конечно, об этом знали, но дали такую возможность максимально все, что они могли из этого выжать, сделать, дополнительно найти какие-то субсидии, дополнительно какие-то еще там спонсорские деньги какие-то вложить туда или дотации какие-то получить для школы. Это все было задействовано в течение 12 лет, пока существовали школы, но с прошлого года еще принято решение оплату увеличить, потому что в предыдущем учебном году был такой инцидент, когда субсидии не всегда вовремя выплачиваются, как мы хотим. И с чем это связано, это уже другой вопрос, но не всегда они вовремя выплачиваются, и поэтому директор школы, одна из директоров школы, она для того, чтобы из этой ситуации выйти и оплатить учителям зарплату, она взяла деньги в долг. А потом, когда пришли субсидии, у субсидии есть свои ограничения, возмещать долг субсидиями, как оказалось, нельзя, и ими можно только выплачивать заработную плату. Поэтому здесь вот получилась ситуация, из которой пришлось спасать школу, чтобы она не попала под уголовное дело, даже так. А учителям объяснить, что не уплачиваются вовремя субсидии, из которых складывается ваша зарплата, это как бы тоже нереальный процесс, потому что у них свои семьи, свои дети, которые им надо кормить, и ежемесячно они должны зарплату вовремя получать. Вот чтобы сейчас избежать таких ситуаций, оплата в школах была повышена еще в прошлом году. С прошлого сентября все мои ученики оплачивают 15 тысяч в школах. Старые ученики так и остались при старой оплате, это 7 тысяч рублей. И, конечно, в течение года к нам поступает очень много жалоб от родителей, которые оплачивают по-новому. Мне говорят, почему такая огромная разница, почему мы оплачиваем себе 15 тысяч рублей, а есть родители, которые, вот мы знаем, они оплачивают по 7 тысяч рублей, и их большинство в школе. То есть почему такая вот несправедливость? Это раз. И второе, есть жалобы на качество образования в школах. Это с прошлого года не один раз, и мы знаем, что такие достаточно родители, которые пекутся об хорошем качестве, качественном образовании, они забрали со школ своих детей. Это как бы тоже пришло к нам. Почему? Потому что все жалобы, они всегда как бы идут в муфтият. Естественно, мы это все знаем. И до августа этого месяца мы как бы не вмешивались, не разбирали этот вопрос. Мы как бы, ну, внутри школы это возможно будет решить. Но так не получилось, к сожалению. Поэтому мы провели, начиная с августа по 20 сентябрь идет аттестация в обеих школах. То есть аттестация учителей. В первую очередь проверяется качество образования. Есть учителя, которые не прошли эту аттестацию, и они будут заменены на новых, на других учителей. Сейчас руководство школы занимается поиском. То есть те учителя, которые не прошли аттестацию, они дальше не могут работать в школе. Это одна сторона медали. Вторая сторона, это, конечно, у нас работали экономисты, у нас работали юристы в течение этого месяца. И экономист поставил перед нами экономическое обоснование, что на одного ребенка в школе приходится себестоимость. Чтобы ребенок получал образование, чтобы учителю можно было оплачивать зарплату, чтобы он питался три раза в день в школе. Другие все, там ЖКХ, которые нужно включить в эту стоимость, получается 15 675 рублей. И руководство школы, новое руководство школы объявило об этом. Естественно, получился шум. Как всегда, конечно, родители очень недовольны. Те, которые оплачивали по старой цене, они в течение года не думали о том, что почему-то, что вот это повышение цены, которое часть родителей уже оплачивает, что их коснется. Они думали, что будет все так же, как раньше. И теперь, что мне хочется сказать по вот этим изменениям. Конечно, я считаю, что 15 675 рублей за оплату ребенка в такой школе, с трехразовым питанием, и три раза, вы знаете, в таких школах, когда мы эти школы открывали, что самое трагичное в них, в школах, как у нас дома, мы не можем держать кладовую. Мы должны каждый день в школах. Я говорю, мы, хотя я такое посредственное участие в жизни школы, я не принимаю, я не участвую в этих закупках и так далее, ни в чем. Я только вот так могу периодически, если жалоб накапливается очень много, организовать вот такую проверку, например. Это моя компетенция, и все. Но я знаю, что в школах они обязаны каждый день покупать свежие продукты, свежемолочные продукты, свежее мясо. То есть это все в холодильнике держать нельзя. Такие условия для детей. Это правильно. Но дело в том, что эти цены на рынках, они постоянно растут и меняются. И то, что нам 12 лет удалось удержать вот эту вот старую цену, которая за 12 лет, представляете, сколько раз поднялся доллар, сколько раз была инфляция и экономический кризис, но тем не менее нам удалось держать вот на этой старой цене, учитывая положение семей, которые живут там, не очень большие зарплаты у нас в Дагестане, не все могут себе позволить. Хотелось, чтобы максимально много людей могли позволить себе качественно хорошее образование. Но опять-таки сейчас замкнутый круг. Мы сталкиваемся с тем, что при такой оплате и при тех субсидиях, которые даже на каждого ребенка полагаются, мы не можем позволить качественно хорошее образование. Потому что хороший учитель математики, чтобы его пригласить себе в школу, тоже достаточно много стоит. Хороший учитель русского языка много стоит, хороший учитель английского много стоит. И чтобы ему платить так, чтобы не в ущерб ему он мог перейти в школу Исупова, его невозможно туда перевезти просто так, потому что это школа муфтеатовская, или просто так там, он материально не в ущерб себе, и нам совесть не позволит так людей перебанивать. И как бы предложить ему, если его приглашать себе, нам надо предложить ему лучшие условия, чем те, в которых он находится. А такие условия организовать сегодня при такой оплате, но это любой человек, я думаю, который умеет считать там хотя бы немножко, он понимает, что это невозможно. За эти дни вот этот, я знаю, что администрация обеих школ столкнулись с шквалом оскорблений, с каким-то негативом страшным, с очень неприятным, как-то вот помягче сказать, даже хамским каким-то требовательным отношением к себе, что вы обязаны, вы должны. Это религиозная школа, это не религиозная школа, это светская школа, которая работает по программе Министерства образования Российской Федерации. Плюс к этому есть в этой школе бонус, что ребенок, который учится в этой школе, он имеет возможность спокойно молиться. У него есть молитвенная комната, у него есть место для омовения, он может здесь дополнительно получать факультативно уроки по исламу. При желании его родителей, да, для этого. Если, например, родитель откажется, мы можем освободить его от этого. Нет принуждений в этой школе. То есть у него есть вот такие вот дополнительные бонусы. Это частная школа. А в частной школе есть свои правила, свои условия какие-то, да. Есть право выбора. Конечно, есть право выбора. И когда вот эти люди за эти вот дни, как бы, в мониторе ситуации понимаешь, что как-то неадекватные высказывания. Когда они говорят, а куда мы пойдем? Государственная школа обязана предоставлять место для ребенка там, где он проживает. Даже если это четвертая смена, пятая смена, какая бы ни была. И независимо от того, в какой месяц и в какой там сезон пришел ребенок к ним в школу. Хоть это ноябрь, хоть это январь. Даже если это май месяц. Так бывает, что родители, например, перевели с командировку, переехали, а они с одного города в другой. В конце, например, года учебного. Там месяц учебы же ребенок не теряет от этого. То есть туда, куда они переехали, по месту их проживания, ребенка приводят в школу, и школа обязана принять этого ребенка. Это государственные школы. А в частных школах нет такого обязательства, что мы туда должны безразмерно запихивать людей. То есть все ли это в резерве. Там, если в одной школе учатся тысяча детей, то у нас резерв тоже состоит из тысячи детей. Потому что туда, это я как минимум говорю. Ну, у нас, как правило, не каждый понимает все вот эти мелкие нюансы. И каждому не объяснишь по отдельности. Недовольных очень много. И мне кажется, наверное, вот этот... Есть огромный плюс в том, что наши специалисты, они закончили вот эту аттестацию по учителям, эту экономическую проверку, юридическую проверку именно вот к 20 сентября, а не к 20 августа, чтобы посмотреть, с кем мы работаем. Потому что я считаю, что благотворительность – это такая штука, она не должна быть... она не обязательна. Она совершается по желанию и по возможностям. И поэтому здесь, это на самом деле, на сегодняшний день, до сегодняшнейшей школы можно назвать благотворительными школами. Потому что 7 тысяч рублей, вы сами представляете, что это такое. Это нанять няню для ребенка, двухлетнего, например, даже, и которому не надо учить азбуки или давать какие-то там еще даже азы обучения. Просто смотреть за ним, и эта няня будет готовить из ваших продуктов, у вас дома. Все равно никто не придет за оплату 7 тысяч рублей в месяц работать. Поэтому это абсурд. И поэтому эти школы, эти 12 лет, они были прям очень благотворительными. Даже при той сумме, вот 15 тысяч 675 рублей, когда речь идет о себестоимости, да, мы можем здесь уже повышать качество образования, но не за счет оплаты, которую производят родители даже в этой сумме. Мы все равно должны дополнительно туда расходовать, искать дополнительных меценатов, искать дополнительных какие-то, но это как бы тот минимум, который мы можем себе позволить. Поэтому, узнав об этой сумме, мне казалось, что родители будут радоваться тому, что до сегодняшнего дня они пользовались вот такими благами. и мне интересно было вообще посмотреть на реакцию этих родителей. Я даже директора одного из школ я попросила, я сказала, если кто придет за документами и скажет, спасибо вам большое, что по сей день вы за такую мизерную оплату, смешную цену, вы содержали моего ребенка, кормили его три раза в день, обеспечивали его вот такими условиями хорошими. То есть там до пятого класса, в каждом классе, вы представляете, есть место для омовения, есть анузлы, есть место для коллективного намаза, детей при желании, они могут на перемене встать, совершить своевременный намаз, сделать омовение отдельно в комнате. То есть здесь надо беспокоиться о том, что он пошел в какой-то общий туалет, там кто-то его обидел. Нет, здесь в каждом классе, то есть все это до пятого класса под присмотром учителей. И насчет того, как смотрят за этими детьми в этих школах, я думаю, вообще претензий не было. По крайней мере, жалобы ни одной не было. Вы знаете, наши люди, как быстро они приносят плохие вести. Но при этом, вот как бы все были довольны. И вот этим спасибо, когда подойдет человек. Я директору сказала, делай отдельный список, записывай этих людей. Мы будем искать им дотацию. Мне очень интересно было проверить, посмотреть на реакцию наших людей, потому что вот у нас есть благотворительный фонд «Инсан». Вы знаете, я много лет работаю, давно живу. И когда приходят люди и просят им помочь, рассказывают о том, как они нуждаются, какие у них проблемы со здоровьем и так далее. Конечно, первая реакция здорового, нормального человека, как бы, что бы для него сделать, чем бы помочь, что бы хорошее сделать. Но за мой век вот столько было ситуаций, когда нас пытались просто, ну, просто глупо обмануть. Это вот как бы твою доброту, когда принимают за, ну, совсем за какую-то твою глупость, как человека, который вот, ну, вот, можно так вот развести на слезы, на какие-то сантименты. И оказывалось так, что этот человек уже там 10 спонсоров обошел, от десятирых деньги собрал, и ты у него просто одиннадцатый на его пути. Он так зарабатывает, вот он так живет. Поэтому была необходимость в этом фонде «Инсан», где теперь человек для того, чтобы там получить какие-то деньги для операции, или, например, для того, чтобы там жилищные условия какие-то ему нужно улучшить, или еще какие-то вообще, ну, любая такая вспомогательная помощь, он должен пройти комиссию, конечно же. И обмануть эту комиссию теперь уже очень сложно в этом фонде «Инсан». Вот сейчас я убедилась в том, что в наших школах обязательно должна присутствовать вот такая комиссия. Сейчас в данный момент проводится анкетирование, то есть это все разослали по родителям, я думаю, они будут заполнять их. И по условиям, по тем условиям, как живут родители, где они работают, какие они имеют возможности, какие они имеют семейные субсидии, там от государства, какие получают они дотации на ребенка и так далее. Исходя из всего этого, мы будем уже решать дальше, нужно помогать этой семье, нужно в дальнейшем ее также обеспечивать, да, вот поверх 7 тысяч до 15 675 рублей. Вы знаете, вот огромная сумма, да, вот эту сумму нам надо искать этой семье или не надо? Мы будем уже решать индивидуально. Для этого мы тоже создадим комиссию, потому что вот то отношение, которое они показали сейчас к руководству школы, к учителям, которые такую информацию им дали, ну, это частная школа. Я сейчас юриста попросила поработать над этим. Если родитель оскорбляет, хамит, и какие-то такие требования, несоответствующие условиям школы выдвигает, имеют ли школа право в одностороннем порядке расторгнуть договор с этим родителем и просто как бы отдать им документы и попросить их искать другую школу. Над этим тоже наш юрист сейчас работает. Мы не позволим, чтобы к педагогам, к администрации школы было неуважительное отношение в дальнейшем. Если до сегодняшнего дня какие-то такие вот моменты, им на них смотрели сквозь пальцы, то, я думаю, наступило время, когда надо требовать уважения и к учителям в школе, и в то же время нам надо повышать очень сильно качество образования. А качество образования, ну, вот уже опять, как я сказала, замкнутый круг зависит от оплаты. И здесь мы уже должны будем рассчитывать. Я думаю, будет какое-то количество родителей достаточно большое, которые самостоятельно сможет эту оплату вносить, потому что у нас большой очень резерв родителей, которые хотят в эту школу попасть. И те, которые внутри школы работают, например, может быть, родители, ну, к примеру, работают в муфтеате или там где-то в благотворительном фонде, или еще где-то, где заплаты относительно не очень большие, то, конечно же, таким людям, я думаю, мы найдем возможность и в дальнейшем тоже поддерживать и помогать. Но это будет происходить теперь только индивидуально. Мне кажется, вот хуже всего вот в такой ситуации, вот в таких вот именно конфликтах, ну, назовем это конфликт, да, что это все питают дети. Это все происходит в присутствии детей. Сейчас многие родители не скупятся на, там, на ругань, там, или на тот же конфликт, там, именно перед детьми это все делается. И детям говорят, вот в вашей школе. К сожалению, вот есть вот такая вот картина. Это, мне кажется, даже, ну, я не относительно только вот в вашей школе говорю. Это везде так. Да, везде, везде так. К сожалению, да. Сейчас я не знаю, что поменялось, но как бы вот этого вот уважения ученика к учителю кроется огромная польза для ученика, в первую очередь. Вот это почему-то сегодня родители не осознают. Они это упускают из виду, что только тот в этих, в таких отношениях можно максимальную пользу их ребенку извлечь. Если у ребенка нет уважения к учителю, он же не будет его слышать. Он не услышит, и уроки пропустит мимо ушей, и там все, что говорит учитель, тоже пропустит мимо ушей. Ему это как бы, ну, человек, которого он не уважает, которого его родители могут там обсуждать, осуждать, говорить про него какие-то плохие вещи. Ну, зачем ребенок будет? Для ребенка это уже не авторитет, а у учителя неприкосновенный авторитет должен быть. Если даже у родителей есть какие-то претензии к учителю, это все должно обсуждаться вообще очень далеко от детей. Но в один из дней вот прошлой недели, когда эта информация прошла по школам, в одной из школ мне пришлось просто даже поехать в эту школу, потому что как бы какая-то часть родителей вместе с детьми сидела во дворе, там, ну, небольшая часть, конечно, но все равно это были крики, это были очень такие нелицеприятные высказывания, классы, в классах дети это все слышали, окна открытые, дети смотрят, слышат это все. Ну, это очень, очень, мне пришлось поехать туда, вмешаться. Я нескольких родителей попросила завести в кабинет директора и лично встретилась с ними, поговорила. Руководство обеих школ там присутствовало, там завучи присутствовали, там, ну, как один из представителей мафтеатра, который является их учредителем, я присутствовала. И при этом, при всем, например, четыре женщины, которые являлись родительницами, одна из них кричала, я вообще не хотела в эту школу детей отдавать, меня мама заставила, потому что это религиозная школа. Другая кричит, это вы по шариату не имеете права, вы вообще, вы понимаете, что мы там пойдем на вас жаловаться, мы туда пойдем. Какие, что за, вот эти вот, я не понимаю, что вот эти за инсинуации, причем тут шариат, когда это частная школа. По шариату как раз-таки у меня слишком много прав, как у учредителя, да, как у одного из учредителей, у нас слишком много прав, как мы можем ее вообще закрыть. И даже если, вы представляете, учитывая то, что эти обе школы благотворительные, даже если они обе закроются сегодня, у нас такое огромное количество проектов, сделать в этой школе, например, корпус для третьей городской больницы, там, или для медицинского училища сделать корпус, или для педагогического там колледжа, то есть много всего того, которое вот, где легче нам. потому что самое сложное из всех проектов, которые у нас есть, это именно сад и школа. Это наиболее ответственно, наиболее сложно, потому что там сталкивается с огромным количеством родителей, абсолютно, и детей, абсолютно, которые не хотят понимать ничего, вообще ничего. Они думают, что школа – это рынок, и рыночные отношения, где они могут торговаться, где они могут выяснять отношения. Нам, не знаю, у нас очень на сегодняшний день не хватает вот этой интеллигентности, культуры, общения. Они почему-то думают, что если вот касается речи муфтията, религиозных структур, здесь должно быть, вот они будут, как по-христиански, да, там наносить тебе удары по одной стороне, а ты сразу подставляешь левую. Даже вот в разговоре с этими родителями момент, когда одна из родительниц пытается перекричать другую меня и говорит, я скажу. Я говорю, нет, уже нет. Я пять раз повторила одно и то же. Я говорю, уже нет. Она говорит, почему? Я говорю, потому что теперь я буду говорить. Теперь буду говорить я. У них такое вызвало вот, да, вот, а не простой народ, который не уважает. Знаете, вот в этой ситуации мне хочется рассказать, вспомнить, вернее, что ли, вот из своей жизни эпизод, когда моему ребенку было, был он садиковского возраста, и это были 99-е, 2000-е, 2001-е годы, когда в городе открылся один из лучших садов, платный, конечно же, и там была, ну, прям на тот момент, я его не могла отдать в государственный сад, потому что, ну, единственный ребенок, и как-то хотелось, все-таки, чтобы были условия, я бы, конечно же, как религиозным человеком, не важно было, чтобы он там получал халяльное питание. Это будет как раз тот сад, который вот мне хотелось бы отдать своего ребенка. Но оплата была 850 рублей. Это на сегодняшний день получается, ну, где-то около 300 долларов. Для человека, который на тот момент, я не работала, мы жили, вот я и мой сын вдвоем, и у меня не было такой привычки просить помощи, ни у родственников, ни вообще, ни у кого-то, ни у кого-то, ни у спонсора, или где-то еще. Это для меня было вообще абсолютно табу, я очень самодостаточный человек, и поэтому я нашла выход. Я собрала все свое золото, которое у меня было, отдала его на продажу, на вырученные деньги я открыла магазин. Знаете, я в 5 часов утра выезжала на вокзал, куда приезжали, куда привозили с Азербайджана, с Баку, привозили оптовый товар. И вот я у них покупала, привозила магазин, у меня была там продавщица, вот как бы неделю, один-два раза, до тех пор, даже вот они уже, ну, по стабильности, они адрес моего магазина узнали сами, и вот эти оптовики приезжали, издавали уже все в магазин сами, мне пришлось вести вот такой бизнес, для того, чтобы мой ребенок ходил в этот сад, где оплачивать надо было в месяц 850 рублей, ну, плюс 850 рублей за сад, плюс еще там одежда, плюс какие-то другие еще потребности ребенка, да, вот это все, чтобы как бы можно было удовлетворить, мне надо было заниматься вот такой работой. Я и занималась, для меня не было в этом ни какого-то унижения, ни какого-то оскорбления, ничего абсолютно. Я тоже из этого простого народа, почему человек сразу спекулирует вот этими моментами, что вы там вот в неходе положения, как же не вхожу? Вхожу, я тоже была в этой же шкуре, в такой же ситуации, я нашла как-то выход для этого. Сейчас, на сегодняшний день, я знаю, что государством очень большая помощь оказывается семьям, где вот прожиточный минимум какой-то повышен, где детям выплаты какие-то есть государственные, хорошие, и наши люди активно пользуются всем этим. Но плюс к тому же, опять-таки, мы же та же организация, мы не изменились, которая до сегодняшнего дня занималась вот той же благотворительностью и пытается людям не заработать на этих школах какой-то рубль, а наоборот помочь им. Мы же те же самые люди, мы же не изменились от того, что себестоимость ребенка объявили 15 675 рублей. Муфтия-то не изменился. Здесь просто хотя бы подойти элементарно к директору, сказать спасибо, вот столько лет у меня ребенок учился, оказывается, вот так, оказывается, за столько вы до моего ребенка находили дотацию, я не знал, спасибо вам большое. Или сказать, что вот я, ну, какие-то другие слова, не хамить, не оскорблять, не ругаться, не вот это вот все. Поэтому я опять-таки повторяюсь и говорю, что эта ситуация, она была очень, своевременная, важная, нужная для того, чтобы вот точно так же, как благотворительный фонд инсан, создать при школах комиссию и такую дотацию выделять тем семьям, которые на самом деле показали свое благородство, показали свое достоинство, показали красоту, нрава своего. Я думаю, таким семьям помогать, ну, будет удовольствие и нам, и другим меценатам, которые, я думаю, подключатся к этому инсану. Но остается только надеяться на порядочность и на понимание со стороны родителей. Спасибо. Напомню, с нами в студии была советник Муфтия Дагестана Гамзатова Айна Зайрбеговна. Масштабное мероприятие, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада, пройдет 27 сентября. В 18.30 на центральной площади Махачкалы состоится общереспубликанский мавлит, приуроченный ко дню рождения пророка Мухаммада. Гостей ждет яркая и насыщенная программа, выступления известных богословов, исполнение мавлидов, театрализованные представления из жизни пророка и многое другое. Приглашены все жители Дагестана и гости республики. Организатором мероприятия выступает Муфтия от республики при поддержке главы Дагестана. В поселке Шамиль-Калаун Сукольского района прошел второй день выставки реликвий. Прицезреть частичку пророка Мухаммада приходят тысячи людей не только из Дагестана, но и других регионов страны. Хамзан Румагамедов продолжит. Выставка реликвий в Шамиль-Кале проходит круглосуточно. Сегодня второй день грандиозного праздника. На мероприятие приходят тысячи людей разных возрастов и социального статуса. Я очень рад, что у меня такой жамаат. Я хочу сказать большое спасибо жамаату Умцегуского района и всем, кто в соседних районах тоже очень сильно помогали. Здесь сегодня собрались все люди, которые любят Мухаммада, которые почитают Мухаммада. И Мухаммад пророслый, он объединяет не только в район, он объединяет народы. Посредством вот таких мероприятий я думаю, что в первую очередь сплочение внутри Дагестана, а в вторую очередь люди, которые замечают, видят, что вот это сплочение отношений у нас между собой, я думаю, это очень дорого стоит для наших жителей. Такие мероприятия, они объединяют. Уже там на улице женщины, дети, малые дети. Ощущается праздник. Действительно, это праздник. Это и есть и праздник. Ради этого, я говорю, можно, не то, что там тысяч километров можно было пройти. Это действительно событие. Я больше чем уверен, что после того, как они уедут, долгое время люди будут под впечатлением этого, потому что это все остается в сердцах. Взором посетителей представлено 36 реликвий ислама, одежда, предметы быта, оружие, знамя. Часть из них принадлежала лично пророку Мухаммаду, мир ему и благословение. Часть его семьи с подвижником и праведным предшественником. Самая ценная и почитаемая из реликвий частички, отделившаяся от пророка Мухаммада, его благословенный волос. Я вообще очень люблю вот такие вещи старинные, особенно там несколько веков, столетий назад. Это просто потрясающе. Я, не знаю, у меня аж руки замыкли. Потому что я вижу очень красиво, очень вдохновлено. У меня больше всего впечатлил голос пророка. Я говорю, что у него настолько, я сейчас просто такое волнение внутри даже описать невозможно. Это просто потрясающе. Мне кажется, я еще долго буду подпечатать. Мурашки шли сильно, там сердце сильно болело. Так я книги тоже читал о пророках. Пророки там как хач построили, там как он родился, как у мамы не было молока, там то все я и по телевизору смотрел, и по книге читал. Там было еще как дом этого пророка Мухаммада, мечи сабля имам Шамиля и так далее. Понравилось волосы пророка Мухаммада, мне понравились вот это же кольчуга как это, ну Халида и Бутвалид вот это понравилось и черный камень. Прибытие реликвии очень волнительный момент, конечно, для всего народа нашего района. не знаю, для меня очень я горжусь тем, что реликвии прибыли именно в наш район и что мне выпала такая честь здесь помогать, поучаствовать, прийти на зеорад. хочу сказать большое спасибо тем, кто участвовал. Для всех посетителей созданы условия для комфортного пребывания. Выставка продлится до 28 сентября включительно. Стоит отметить, что хранителем реликвии с 2013 года в Дагестане является муфти Ших Ахмад Афанди. Хамздур Магамидов и Снам Халиков новости телеканала ННТ. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин